Ты вряд ли помнишь титулы конца 70-х. Вот этот вот Вашингтон, Сиэтл, меня постоянно путается. Баскетбол все-таки поменялся, он куда-то идет в другую сторону от того, что мы видели раньше. Ой, блин, а я-то себе представлял все совсем по-другому, а вышло вот так. Я сижу, я думаю, блин, что там творится? Так история, когда тебя разочаровывает то, что баскетбол оказывается умнее тебя. Только закончились седьмые матчи второго раунда плей-офф, и мы, честно говоря, в восторге от того, что происходит. Много непредсказуемого баскетбола. Например, впервые случается такое, что во втором раунде команды, которые проигрывают 2-3, в седьмом матче сразу две команды на гостевой площадке забирают серию. Это случается в серии Миннесота-Денвер, это случается в серии Нью-Йорк-Индиана. И, ну, если с Миннесотой мы еще могли предположить, хотя никто из нас на Миннесоту не ставил, а с Индианой это прям откровение. И вот мы собрались здесь сегодня, чтобы обсудить и происходящее, и вообще тенденции в современной лиге. Слушай, ну внутри-то этой серии про Нью-Йорк-Индиана, если помнишь, у нас был вопрос, типа, в какой серии наиболее вероятен камбэк после 0-2 мы обсуждали. И именно за счет того, что у нее Нью-Йорк вот настолько короткая ротация играет, мы камбэка там ожидали точно. То есть для меня это как бы не сюрприз. Ну, не знаю, ну давай проверим наши записи. Ну, то есть я точно говорю, что камбэка в этой серии мы абсолютно точно ждали. И я бы сказал, что в обеих сериях мы ждали седьмого матча, а вот когда это до седьмого матча доезжает, типа, ну... Все ставки уходят на второй план. Все ставки на второй план. Ну, действительно, в седьмой матч может забрать кто угодно, но то, что это происходит... Ну, это одна игра, магия одной игры. Ну, это как формат мартовского безумия. То есть вот то же самое, где непредсказуемость выходит на первый план. Просто даже знаешь, я вчера специально перед комментированием матча перепроверял, как часто гостевые команды выигрывают в седьмых матчах. 24 процента, то есть 76 процентов случаев домашние команды забирают в седьмую игру. Я согласен, что это как бы исторический такой день. Вот эта вот историческая ночь с двумя седьмыми матчами. И, наверное, это действительно такое, знаешь, чемпионство по непредсказуемости. Потому что никто не мог подумать, окей, Нью-Йорк. И вдруг у них по новостям, что Анну Ноби играет, Брансон играет, все в порядке. Ну, блин, если у них сейчас будет ротация 8 человек у Нью-Йорка, то у Индиана, конечно, крышка. А Индиана, наоборот, получается. И там 75 процентов реализации за четверть. И ты вообще ждешь не этого. Да, ты ждешь вообще не этого. И Брансон в итоге ломает руку, что, в принципе, ну, то есть это тоже как бы... Апогея вот этого всего Тибадовского баскетбола. Апогея Тибадовского баскетбола. Ну, вот и странно выглядит даже, знаешь, сам факт того, что команды, которые выигрывают титул, они мало того, что в следующем году не могут оформить бэк-тубэк, они еще и вылетают даже до финала конференции. То есть последние годы, мы смотрим, начиная там с титула 19-го Торонто, даже до финала конфы команда потом дойти не может. И мы с тобой покопались, посмотрели, когда вообще исторически вот такое происходило, что у нас, по сути, будет сейчас шестой сезон и шесть разных чемпионов. То есть не как, например, было в нулевые годы, когда Сан-Антонио могли выиграть титул в третьем, пятом и седьмом годах. Здесь у нас каждый раз другая команда, у нас ни одного вот этого титульного чемпиона не повторяется. Ну, то есть, да, мало того, что нет репитов, то есть был там еще хороший период, там, в 60-е годы, когда шесть лет было без репитов, но без бэк-тубэков. Бэк-тубэков, но там Бостон пару раз фигурировал, и, конечно, Бостон тебе постоянно будет лезть на глаза, ну, просто за счет того, что они очень много выигрывали. Даже как сейчас в финалах конференции постоянно. Ну, то есть, нет, сейчас он как бы не... с восьмого года не выигрывал, сейчас он... Да, это пожалуйста. А тогда просто, если мы с исторической точки зрения смотрим, то вот был отрезок с 75-го по 80-е годы, когда шесть чемпионов было без повторов. Потом начинается период Лейкерс-Бостон доминирования. И интересно разобраться, почему за 45 лет вот эта история, наконец, повторяется. То есть, 45 лет у нас было такое, что там Чикаго могли шесть титулов за 8 лет забрать, были Сан-Антонио, были крепкие костяки, то есть, как будто по-другому формировались команды. И сам баскетбол немножко был другим, сам принцип был другой. То есть, Сен-Ба перед нами сейчас предстает в таком виде, ну, по крайней мере, в котором мы ее не заставали. То есть, даже когда 70-е годы, при всем уважении к создателю баскетбола, ты вряд ли помнишь титулы конца 70-х. Смутно. Причем, вот этот вот Вашингтон, Сиэтл, у меня постоянно путается, да. Давай разбираться, почему такое происходит. Может быть, у тебя сразу есть ответ какой-то очевидный на этот вопрос. Почему у нас пропадает эта некая преемственность? Я бы сказал, что, ну, во-первых, очень сложно будет просто однозначно ответить на вопрос, почему. То есть, мы не сможем, наверное, найти одну причину. И это, в принципе, и это, в принципе, то есть, здесь нет ничего управляемого. То есть, мне вот странно, что для людей, типа, большое, для очень многих людей это разочарование. То, что Индиана проходит, Нью-Йорк, как бы, что это должно быть. Это прям разочарование, да. Я подписываюсь, я человек, который, я не перебываюсь, я считаю, что Индиана не должна здесь играть. И я прям расстроен. Нет, а здесь, вот здесь объясни, что значит ты расстроен, то есть, в чем разочарование? Ну, то есть, мы понимаем все минусы Нью-Йорка. Почему это может вызывать негативную реакцию? Речь даже не о том, кого Индиана обыгрывает, а что такое сама Индиана. Мы, вот, по крайней мере, за те 15 лет, что я вот прям слежу за плей-офф матчей, смотрю, как в режиме онлайн, и зачем-то наблюдаю, и не видел настолько не, наверное, не то, что не системный, не плей-офф баскетбольной команды. То есть, это бегущая команда без ярко выраженной защиты, у которой, очевидно, в защите все-таки не просто там система, как таковой, да, не построена пока что, даже в серии с Нью-Йорком это было заметно. Нет большого количества индивидуально сильных, крепких защитников, при этом, ну, оборонительных игроков имею в виду. При этом, команда, которая все-таки с шестого места выходит в регулярки, тоже не каждая команда с шестого места до финала конфы доходит. И в целом, когда мы смотрим на, ну, наверное, все-таки некую юность того же лидера, Териза Халибертона, да, там есть Паскель Сиаком, который вообще местами как первая звезда смотрится, я удивлен, что ты тоже про это не говоришь, но в целом Индиана для меня скорее здесь оказывается вопреки, чем потому что. Она, мне кажется, даже скорее благодаря. Она благодаря тому, что, ну, то есть в первой серии у них Милоки без Яниса. И без Лилова даже. Во второй серии у них Нью-Йорк вот в том состоянии, которое мы видим, который разрушает себя сам. Но это, на мой взгляд, настолько не должно, то есть это как бы вообще не волнует Индиану. То есть они со своей стороны делают свой максимум. Они выдают свой баскетбол, насколько это возможно, системный. И вот то, что они, хочешь сказать, что они где-то валяют дурака, они принимают дурацкие решения системные. Слушай, есть такие моменты, когда то же самое решение в этом матче, которое принято было в матче с Нью-Йорком, против другой команды более крепкой, это может быть тезис про слабый восток. Это может быть тезис про некое везение с травмами лидерами. Что угодно. Но есть ощущение, что вот такого может больше не повториться. И знаешь, вот у меня яркий пример перед глазами, это Атланта 21-го года. Трей Янг тогда, причем не полностью здоровый, играл вместе с командой, против Милуоки, у которых не было Яниса, в финале Восточной конференции. После этого они не могут преодолеть даже полноценный вот этот барьер 50% побед, только до него добираются, и дальше куда-то выйти. Есть ощущение, что Индиана из того же теста. — Очень может быть. Очень может быть. Просто я, знаешь как, у меня здесь нет никакого, ну, то есть, опять же, мне непонятно, здесь негатив. Что здесь, ну, то есть, это история, когда тебя разочаровывает то, что баскетбол оказывается умнее тебя. То есть здесь вот как будто, ой, блин, а я-то себе представлял все совсем по-другому, а вышло вот так, а парни вот здесь вот сделали. То есть вот эта вот история, она мне кажется, ну, типа, странной. Да, давайте мы можем от этого же ровно получать удовольствие. — Конечно, конечно. И вот в таком случае, может быть, действительно, здесь есть комплекс каких-то причин, здесь не одна какая-то ярко выраженная. — Да, давай посмотрим. — Но вот, ну, все-таки баскетбол, то есть вот то, о чем я думаю в первую очередь, это абсолютно другой баскетбол, например, на фоне того, что мы видели там еще, ну, в противостоянии Кливленд-Голденстейт, да, вот эти из года в года финал, когда защита, по принципу, все меняются на всех, когда баскетбол был более позиционным, больше было изоляции тех же, да, когда игроки прям разменивались в более удобные матчапы для себя. Здесь мы видим какой-то баскетбол раннего нападения для всех команд. И в целом вот Денверг прошлого года — это все-таки команда, построенная не через оборону, это команда, которая была построена через нападение, и, наверное, одно из самых таких невыразительных, оборонительных, вот с точки зрения системы баскетбольных каких-то решений, но при этом команда выигрывает титул. И в этом году у нас команда играет, ну, Миннесота, вот самая классная защита Миннесота в финале конференции, тем не менее, но дальше Даллас, не всегда правильный Бостон, и тем более Индиана. То есть баскетбол все-таки поменялся, он куда-то идет в другую сторону от того, что мы видели раньше, вот у меня как будто такое ощущение. Ну, баскетбол все время не стоит на месте, я, у меня нет ощущения, что, ну, что, ну, поменялся настолько уж. Как раз вот, мне кажется, очень показательно то, что Миннесота с этой защитой, вот с самой системной защитой останавливает, ну, как бы уже финального босса они остановили. То есть они прошли сейчас главную команду, которую нужно было победить. Team to beat, да. Ну, то есть там, на Западе, это уже космос, это... Делает тебя первым претендентом Запада. Да, они сейчас, ну, то есть они, безусловно, первый претендент Запада, и с учетом слабости этого Востока и то, что у Бостона где, ну, то есть видели ли мы реальный тест для Бостона к этому моменту, это, то есть, как бы не Миннесота ли у нас сейчас главный говорит. Это, кстати, еще один хороший заход про исторический слабый Восток. Меня всегда немножко расстраивал заход про слабый Восток при Леброне, потому что каждый год там были интересные команды, все еще крепкие Бостон, которые играли в финале конференции, в 10-м году еще играли в финале НБА, потом два года было с Индианой, Пола Джорджа, на самом деле даже три, но там был финал конференции, там были семь матчей в сериях. Были классные команды, да те же Чикаго даже, которые и с Роузом, и без были. Это был классный Восток. Сейчас уровень сопротивления Востока, ты смотришь, вот Индиану мы с тобой обсудили, да, их путь. У Милуоки переломанный, Нью-Йорк переломанный. Кого проходит Бостон? Бостон проходит в первом раунде Майами, у которых нет Джимба. У Розира там шея, то есть несколько игроков выбыло. Второй раунд, они попадают на Кливлинг, где с самого начала нет Джарта Алина, в середине серии ломается Донован Митчелл. Как ты правильно сказал, как будто для обеих команд первая серьезная проверка в финале конференции. Но на самом деле ведь тут тоже нельзя, это как, знаешь, говорить, ой, блин, пузырь не считается. Ой, и там палец Кейди, и чемпионство Милуоки не считается. Да, я не считаю, но, блин, вот в этот конкретный день от тебя не зависит, ты не можешь от того, что ты, окей, там, человек сломался, ты не начинаешь из-за этого хуже играть, расслабляешься, и если это произойдет, то тебя тут же и нахлобучат. Если ты вдруг, ой. Поэтому я к этому, мы можем это спокойно оценивать, это, то есть и объективно на это смотреть, и как бы всю полноту картины видеть, но это, на мой взгляд, не должно обесценивать то, что там происходит. Ни в коем случае просто. Потому что мы крутых плей-офф, на самом деле, каждый год, вот у меня я уже, наверное, ну, правда, с 20-го года, вот у нас там, вот с пузыря, и там так получилось, что я вот начал прям активно именно комментировать NBA уже на контракте. До этого момента я был долгие годы таким. В спечке. Отвлеченным, а? В спечке. Диспетчером. Вот. А там вот начал комментировать, и у меня вот ощущение от того, что вот это пиршество зрелища, вот это, как сейчас это мы кайфово будем смотреть, и черт-то знает, кто выиграет, это волшебно, на самом деле. И непредсказуемость вот в эти годы. Просто вот мы собираем некий комплекс причин, да, то есть на Востоке, например, мы все-таки берем уровень конкуренции не самый высокий, ввиду разных индивидуальных причин, да, не обесценивая пути команд. Мы видим какое-то, да, все-таки изменения в баскетболе, они явны. Каждый год мы получаем все большее нападение. Бостон в этом году, да, первый лучший по оффенсив рейтингу в истории Индиана следом. То есть это опять исторические показатели лучшие за все время существования лиги. Но вот какой еще может быть фактор здесь? Нет, ну хорошо, я всерьез считаю, что на это, то лига на протяжении всего, исторически, всех своих там 70 с лишним лет существования, она всегда занималась тем, чтобы прописать правила, чтобы сделать игру более непредсказуемой. Да, там появляются, там, не знаю, правила, ну, трех секунд в свое время постепенно, там, 24 секунды меняются от того. Все настроено на то, чтобы игра была более честной, более непредсказуемой. Появляется селари кап в какой-то момент, появляется ограничение. То есть исторически мы можем это отследить, появляется система драфта, которая позволяет просто грамотно распределить силы. И причем еще меняется постоянно, у нас последние изменения в сезоне 18-19 было. И эта система, то есть она происходит постоянно, 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 она адаптируется к внешним обстоятельствам, и кажется, что вот сейчас она стала действительно, она как бы жутко громоздкой, финансово очень, как бы, дорогой и накладной, но они, вот, честно себе говорим, хорошо, наша задача, что, то есть это действительно задача лиги, потому что лиги ничто так не радует, как то, что чемпионство каждый год новое. Ну, это пойдет им очень-очень на пользу, потому что, когда у тебя совет директоров из 30 человек, и у тебя там пять лет в отряд один и тот же чемпион, а ты должен со всеми быть на созвончике, со всеми советами, директорами, тебе 29 человек, как бы, сказывают некое это самое. А тут будут счастливы, кстати, даже не только те, кто побеждали, но и остальные, потому что у них есть вот этот, ну, может быть, даже эфемерный, но шанс. Нет, ничто так не делает лигу сильной, как ее непредсказуемость. Ну, то есть это далеко не все, то есть нужно еще очень много работы предпринять, но в этой, со всей остальной работой полный порядок. Ну, с платежками, кстати, классный заход, потому что если мы смотрим на последние вот эти вот шесть команд, которые выигрывают, ну, по пять пока берем, потому что шестой чемпион еще пока определяется, но последние пять команд, они ведь собираются как будто на год. Нет такого ощущения? Нет, у меня нет ощущения, знаешь, как у них может быть даже не то, чтобы сборка на год, а у них нет гибкости на второй. То есть очень часто, что ты выигрываешь некие чемпионства, собранные на год, и там у тебя неминуемо, хорошо, есть звезды, которые забирают какое-то количество людей, денег, у тебя неминуемо есть какие-то люди, которые сейчас играют за копейки, чтобы они жертвуют собой, жертвуют своими деньгами, чтобы вот это вот произошло. То есть, например, в Далласе сейчас какие деньги играет Дерек Джонс-младший? Ну, это да, это 4-5 лямов. Если не два с половиной, там, посмотрите, у него совсем какая-то минималочка. И все понимают, что вот на следующий год он эти деньги должен получить. Понимаешь, тот же самый Денвер в прошлом сезоне Брюса Брауна в итоге продлить не смог и упустил его. И на самом деле, там, знаешь, как, по-моему, после 2006 года Шакилу дали 100 на 5. По-моему, после титула 2006 года, хотя было понятно, что это уже, как бы, такая ветеранская история. То есть, команды, система устроена так, что ты действительно должен, как бы, продлевать выгоднее и проще продлить. А вот этой гибкости и добавить себе что-то, что тебе действительно нужно. Ну, понятно, что для того, чтобы там с драфта чемпиона усилиться, это какой должен быть эквилибр? Конечно, это повезти должно. То есть, ты должен в игрока попасть, он тебе должен достаться еще. Да, конечно. И тебе, ну, чтобы какой-то высокий пик, ты его должен когда-то раньше суперсерьезно обменять или что-то такое. И действительно, вот эта система сдерживания лидеров, она начинает работать. Потому что сейчас, я напомню, есть прогрессивная система налога, что ты действительно и продлевать, и ты деньги ты начинаешь считать. И правда, не просто тебе там с рынка, а уж найти человека, который за небольшие деньги к тебе придет на ветеранец, тоже пойди в Майка Миллера, пойди в Шейна Батье. Который не просто будет хорошим, а который подойдет этой системе. То есть, например, Феникс пытался в этом году это собрать, но я не могу сказать, что Эрик Гордон, например, идеально влился. Естественно, мы не виним его в провале команды, ни в коем случае. Но вот этого идеального стака по химии не произошло. Я, кстати, посмотрел под Эрику Джонсу интересный момент, я прям убедился, у него 3,360, я думаю, почему он 5 лямов получает, хотя в Далласе реально числится 2 миллиона. Он от Чикаго еще получает старые деньги, 3,360 и 2 миллиона сверху, то есть у него реально 5 лямов зарплата, но от двух клубов, потому что до этого там тоже выводили. Ну, соответственно, Даллас ему плей-офф, это как должно, там у него очень непростая судьба, как он на этот контракт в Ватсоге согласился, и сейчас он, конечно, по итогам этого сезона, по итогам этого плей-офф невероятного, он, конечно, сидит в записной такой чек должен получить. Он прикидывает, так, МЛЕ в следующем году порядка 13 миллионов. То есть Далласу будет сложно, у Далласа, по-моему, нет вот этого, у них такс-пэйер МЛЕ, по-моему, будет, и это еще колоссальное ограничение для всегда, когда ты повторно платишь налог на роскошь, ты не можешь по... Взять себе среднее исключение, да. По исключению брать высокооплачиваемого игрока, то есть это большущее ограничение. И вот как команды эти устроены, я для интереса открыл, например, Торонто 19-20. То есть они в 19-м году, вот им повезло выменить Кавай, это вообще, ну, случайность. То есть это в Сан-Антонио где-то произошло, вот это вот, но я не скажу стычка, это скандал такой вот внутренний, локальный был. Конечно, конечно, это эмоциональная штука. По большому счету это эмоциональное решение. И в итоге Кавай, ну, как мне кажется, до сих пор обменивают скорее Абы Куда, чтобы этот конфликт просто ликвидировать и получить из него максимум, да, пока можешь. То есть получая максимум, ты получаешь себе Демара Дерозана, фактически. Не Абы Куда, но как бы вся лига знает, что у вас проблема, поэтому ты на низком рынке, ты на высоком рынке его не торганешь, потому что все хотят... И как результат, Кавай оказывается в Торонто, естественно, Масай Уджири там собирает эту команду. Я смотрю, как выглядит платежка в сезоне 19-20. 33 миллиона получает Кай Лаури, это самый дорогой контракт следом, 2 за 20+, Сер Шибака и уже престарелый Марк Газоль. То есть они в сумме на троих получают порядка 80 миллионов долларов за сезон. Очевидно, в сезон 19-20 ты с такой платежкой зайти как контендер уже не можешь. Как бы там ни развивался Ван Влит, Пауэлл, Сиаком, там Ану Ноби, которые молодые были, но с такой командой тяжело выиграть. Не, но у них там в теории Кавай же мог бы, типа, согласиться остаться. Ну, то есть он понятен, что это, ну, как бы... Это, опять же, внутреннее что таковое. Очевидно, известно было, что он не заходил в эти планы, но тогда они еще... То есть у них действительно риск на этом рынке. Они бы в длинную попадали в такспейеров, очень серьезно становились. Это если в долгую платить большой налог на роскошь, там, готовый, например, Сан-Франциско, да, когда они подписали после... Подписали Дюранта, дали им большой, один большой, второй контракт. Они понимали, что да, мы заходим в длиннющую историю, что мы будем платить очень много налога. И, ну, вот их бизнес-модель в этом смысле сыграла, потому что там действительно и регион, который невероятно развивается по бизнесу и все. Но это как бы подходит совершенно не для всех. Вот. И это перестало работать тоже в какой-то момент. Они тоже сейчас уже не могут... То есть они все равно... Вот эта вот гибкость... Мы видим, как жалко сейчас выглядел Голден Стейт в этом сезоне с невозможностью что-то исправить. И это тоже история, когда Буб Майерс уходит, да, оставляет эту команду, потому что, как и Мин, помнишь, набрасывал, что он, по сути, наворотил там дел, но он не мог сделать по-другому. Это ведь тоже история, когда эти люди принесли тебе четыре титула, и это Клей, это Стеф, ты можешь хладнокровно, рационально, как бизнесмен подойти и сказать, тебе я денег не дам. Но все-таки личностная вот эта история с взаимоотношениями, ты ее не можешь выкинуть из уравнения. Ты не можешь... Нет, и это раз, и ты не можешь выигрывать каждый год, и все равно там как бы Буб Майерс с Буб Майерсом, но согласование по деньгам все равно проходит. Типа наверху, там все равно это не работает так, что, окей, ребят, ну вот я должен быть... То есть если какой-то владелец, типа, ставит, я должен быть контендером каждый год, ну, его ждет разочарование. То есть это все равно не сработает так. Я вот сейчас посмотрел на Винлайн, какие коэффициенты Винлайн предлагает на чемпиона в этом году. То есть вот мы говорим о непредсказуемости, о том, как собираются команды, и когда мы с тобой говорили про генменеджеров, я думаю, какие два лучших генменеджера прямо сейчас. И то есть Брэд Стивенс в этом году уже получил награду, но Миннесота, Тим Конноли, он собрал чемпионский Денвер, а потом он собрал Миннесоту. И там все хаяли, вот обмен Габер за пять пиков первого раунда, что вы делаете? В итоге Бостон первый по коэффициентам Винлайн в этом году 1,62, но следом Миннесота 3,6. Это неплохой коэффициент на старте финалов конференций. А я называю коэффициенты на чемпионство в этом сезоне. Ну и Даллас следом 6,10, Индиана 30, то есть в Индиану не верят абсолютно. Ну это то, что не верят в Индиану, да, но тут ведь тоже, посмотри, мы не понимали, не до конца понимали и принимали, что такое обмен Габера. Да. Мы очень серьезно поднимали бровь вверх по поводу Дончича и Кайри, мы говорили, да нет, эта хрень вообще не сработает вместе, зачем, мяча не хватит. И на баскетбол можно смотреть, оказывается, совсем по-разному. Конечно. То есть это сработало, именно то, во что никто не верил, и они действительно могут работать вместе. Они действительно друг друга дополняют, они дают этот результат. И такое можно сказать про Даллас, про Миннесоту, то есть Кайри и Лука в Далласе, в которых не верили. На самом деле я с осторожностью допускаю, что это можно будет сказать и про Индиану. То есть я не верю в исход в этой серии в Индиану, но я не думаю, я надеюсь и не думаю, что у нас будет вынос, прям такой вынос. Ну нет, выноса не будет, опять же. То есть это будет интересная серия. Селтикс еще так прикольно собраны. Они, во-первых, сами себе все еще главные соперники, и это может даже касаться финальной серии по итогу. Но когда мы говорим про Бостон, который вот собирает сейчас Брэд Стивенс, я в целом сейчас смотрю, мы с тобой поговорили о том, как играется современный баскетбол, как выглядят конференции, как в том числе собирается платежки. И то есть нет ощущения, что в современной лиге роль генменеджера еще больше выросла. Особенно вот с таким Тимом Коннеле, который на самом деле вот такой теневой победитель. Я не сторонник просто именно выделять одного человека, потому что баскетбольный департамент это сложная, огромная система, но... Ну назовем это фронт-офис, например. Я немножко переформулирую, я согласен, что не принимает там все он решения, за ним финальное решение. Нет, нет, ну и фронт-офис, и это нельзя полноценно разделять, конечно, там с работой главного тренера, что-то... Ну вот я тут типа тренирую только то, что вы мне даете. Они, конечно, все равно находятся в диалоге постоянно, если бы они разосрались там в каком-то формате. Но, ну да, это действительно очень сложный баскетбол. Сейчас он становится все сложнее и сложнее. То есть вот, окей, ты настолько не веришь в Индиану, но, блин, они сейчас начнут вот так же начнут первым номером. Они сейчас вынесли Нью-Йорк на МСГ, они не делали этого всю серию, они все три игры там проиграли. И они вот при таком давлении, в седьмом матче, при такой арене, там... Я вчера комментировал, и я не слышал сам себя. Я выкрутил специально для атмосферы звук, и я сижу, я думаю, блин, что там творится? Так и они на пофиг на это все. Мы свою, мы будем играть в свою игру. Они сейчас, что думаешь, они вот с Бостоном придут, ой, и будут ждать, что тут Бостон предложит, но они точно так же будут бить первыми. Но они точно так же будут бить первыми. Хочется верить, что... И вот эти возможности как раз и дают современный баскетбол. Хочется просто верить, что все-таки есть какая-то баскетбольная справедливость, знаешь, с точки зрения даже уровня таланта. Я ни в коем случае не принижаю заслуги «Индианы», но в моих глазах, почему Бостон, да, в начале сезона я Бостон называл чемпионом перед стартом плей-офф. Мы с Колей, по-моему, Зеленкиным, да, Бостон выбрали. То есть у меня есть ощущение, что Бостон как раз генеральный менеджер собрал его и с точки зрения финансов правильно, и с точки зрения баскетбола, блин, Дерек Уайт и Джоро Холлида – это прям стилы. То есть до сих пор это выглядит как два стила. Дерека... Не Дерека, а Джоша Ричардсона в свое время и пик второго раунда обменяли на Дерека Уайта. Это такой стил был, это такой классный, шикарный мув. И сейчас это один из самых важных игроков системы. Современная лига, она как будто гонится вот за... Она еще и суперзависима, то есть очень влияет на результат. Конечно, вот эти вот игроки, там, типа пятые, шестые в ротации, вот это вот все. То есть вот ролевики. То есть во всех этих сериях мы это увидели. Все. Все во всех победивших сериях. Да. То есть мы смотрим Дерек Джонс и по очереди все пик-н-ролльные большие в Далласе, какой они сделали вклад. Да. Какой нас Рид... Никейл, Александр Уокер. Да, Никейл и Александр Уокер сделали вклад для Денвера, для Миннесоты. Миннесоты. Тот же, без этой энергии, которую давал Оби Топпин и Ти Джей Макконнелл в серии с Нью-Йорком, ну тоже в этом была бы совершенно другая история. Совершенно верно. И в этом смысле, ты говоришь, там, преимущество таланта у Бостона и Индиана, то есть у Бостона, ведь этому таланту еще предстоит, он еще не доказал ничего. Да. Вот то есть их уровень ожидания и вот их готовность под большим давлением все показать, то, что вы можете на самом деле, вот, ну я не знаю, как... Это первая проверка только сейчас будет. По Тейтуму, да нет, ну они просто не вывозили этих проверок до этого. Ну скажи, пожалуйста, вот какой, что ты по Тейтуму вспомнишь, что вот он взял и вытащил серию, хотя бы серию, под колоссальным давлением, когда вот, когда было все против него. Вопрос, уточняющий, что мы называем колоссальным давлением, потому что так-то весь 22-й год, я считаю, колоссальным давлением, с которым оба и Браун и Тейтум справились. Понятно, что там Элл Хорфорд, например, да, у которого тогда... А финальная серия? Финальная серия, они в шести матчах проиграли, Golden State все-таки, в котором там Стэв Карри шел за MVP финала, и я не считаю, что это поражение, которое их, например, дискредитировало. То есть чувакам было 26-25 лет на этот момент. Они были, да, Golden State, извини, пожалуйста, в середине сезона мы не считали их основными такими уж фаворитами, Golden State был, в общем-то, уже стареющий, и мы помним, как там вот они от старого Дреймонда пинков наполучали в те моменты. Только что здесь по уровню таланта, ну, я бы сказал, что к ним остались вопросы. То есть и по уровню сопротивления, которое они тогда в финале оказали, к тебе здесь... Просто мне нравятся кусочки. Вот мы говорим с тобой о генеральных менеджерах, да, и о том, как собраны команды, и мне нравятся те кусочки, которые добраны. То есть чемпионский опыт и в целом игра, правильная игра вот с точки зрения формирования этой командной химии Джору Холидея. Он это, я считаю, привносит в эту команду, даже когда они сам активно принимают участие. Дерек Уайт прямо сейчас все-таки как тувэй игрок, самый активный, самый яркий в Бостоне. Талант Тейту Мэй Брауна, он не подкрепляется, к сожалению, менталкой, вот с этим я полностью согласен. Самое большое пока разочарование – это их ментальная составляющая, особенно когда дело доходит до клача, а у них этого клача было мало. Они не прошли проверку, вот если про этот сезон говоришь, вот клачевую проверку, они действительно не прошли, и такая вот нотка непредсказуемости в этом остается. Чит-код может быть Порзи. То есть все еще верю, что Порзи, даже если он вернется там спустя 2-3 игры финала Восточной конференции, это все равно чит-код, и мне очень интересно будет посмотреть, вот кто в итоге. Пока мы к чему идем? К тому, что вот эти два генеральных менеджера, которые собрали эти команды, они, скорее всего, и попадут вместе с этими командами, с этими клубами в финал НБА. То есть вероятнее… Коннелли и Стивенс. Да, то есть Миннесота-Бостон пока выглядит как самый вероятный финал. Мы не говорим, что 100% это произойдет, но вот прямо сейчас, перед стартом финала конференции, все идет к тому, что это Миннесота-Бостон. И, судя по всему, каждый год нам все более пристально надо следить за тем, как работают генеральные менеджеры, как проходят драфты, а он будет в этом году в два дня, и мы будем это тоже освещать. Надо смотреть за рынком свободных агентов, еще пристальнее вместе взял мяч, следить за дедлайном, и в обязательном порядке каждые новости вот прямо разбирать, обсуждать, потому что это все, даже какой-то маленький сдвиг финансовый, он может очень сильно повлиять на итоговый сбор команды. Это взял мяч Дмитрий Матеранский, Андрей Панкрашев. Вот такие вот у нас мысли после седьмых игр второго раунда. Но, друзья, вы всегда можете поделиться в комментарии теми мыслями, которые есть у вас, мы обязательно их почитаем, задать, может быть, какие-то вопросы, и в том числе поделиться своими мыслями на тему того, какие генеральные менеджеры, как и где классно собирают команды в НБА.